Кассета третья Столб православной церкви Иоанн Кронштадтский, всенародно чтимый пастырь и праведник. Телеграмма поздравления с 50-летием служения стане священника. Дорогой батюшка, позвольте и нам, признательным питомицам, основанным вами убежище, принести детски-сердечное поздравление с днем 50-летия славного служения Господу. Мы не умеем выразить вам всех наших добрых пожеланий, но всегда будем молить Творца, чтобы Он Сам не спасал вам всякие блага на много-много лет для утешения всех нуждающихся в вашем усердном заступничестве перед тем, кому вы неустанно служите уже 50 лет. Будьте же здравы, любвеобильный Отец наш, и да продлит Господь дни ваши еще на многое лето. Телеграмма из Петербурга Приветствуем, дорогого батюшку, с 50-летним юбилеем священства, да пошлет вам Господь всякого благополучия на многие годы, искренно почитающий и любящий вас Николай и Ольга Дамич из Петербурга. Высокочтимый, дорогой батюшка Отец Иоанн, в полувековой юбилей вашего священства просим принять наше поздравление при желании вам много лет в добром здоровье, радостно проводить 12 декабря воспоминания о ваших добрых делах на пользу Церкви и множества ближних. Из Петербурга В день 50-летия служения вашего престола Господа приветствуем вас, глубоко почитаемый молитвенник земли русской, прося благословения вашего, молим Всевышнего, да сохранит он на многое лето драгоценные силы ваши во славу Божию, глубоко почитающий вас начальница, учащая и учащаяся Ставинской. Из царского села В день 50-летия вашего служения нашей Церкви мне дорого приветствовать вас и особенно усердно молить Господа, да продлить жизнь вашу, нашего ходатая перед Богом и молитвенника. По вере вашей молитве да утешит Господь нашего Царя и да спасет Россию от смуты. Генерал Михаил Степанов Из царского села Дорогой батюшка, сердечно поздравляю вас с 50-летним юбилеем. Желаю вам здоровья и благополучия. Адардасов Из Сарапуле Горячо поздравляю с 50-летним юбилеем. Молю, да продлит Господь, дорогую для всех нас жизнь вашу, еще на многие годы, ваш духовный сын, епископ Михей. Горячо поздравляю с 50-летним юбилеем. Эхиманрит Архимандрит Михаил с братья ее Из Петербурга Приветствуя милостивого батюшка от себя и от детской столовой, вами облагодетельствованных с днем老's 50-летия пастырского достохвального служения, Прошу принять искреннее пожелание здравия и благоденствия на многие лета. Сенатор Мамонтов из Петербурга. Примите, высокоочтимый отец Протеереи, мое искреннее поздравление с 50-летием Вашего священства. Усердно молю Господа, да благословит Вас Господь добрым здоровьем еще многие-многие годы послужить во славу и в благо Святой Православной Церкви. Протеерей Михаила Рябков и Старой Руссы. Старорусское благотворительное общество в день застахвального 50-летия служения Вашего в сане священника приветствует в лице Вашем истинного духовного пастыря, учителя и молитвенника святорусского, любвеобильного благотворителя бедных, сирых, больных и несчастных. И желает, чтобы долгие годы еще горел жизненный светильник Ваш во славу Божию на спасение и утешение всех истинно русских и православных людей. Председатель Михаил Мельников. Не могу не поделиться своими впечатлениями с благосклонными читателями наипаче, почитателями высокочтимого батюшки. Поистине эти дни встречи – самый день торжества 50-летнего юбилея священнослужения Отца Иоанна, и следующие за ним дни – это дни великой радости, ликований, счастья, видеть своего дорогого пастыря, великого учителя благочестия, покровителя страждущих. Одним словом, нашего дорогого батюшки, как привыкла называть его верующая Россия, прибегающая к его святым молитвам. Да и не одна Россия, ибо к высокочтимому пастырю часто приезжали иностранцы, которых любвеобильный отец Иоанн принимает с одинаковой любовью. Еще накануне торжественного дня мы чувствовали праздник. Все предвкушали радость и точно в светлый Христов день обнимали друг друга, поздравляя с Сибиляром. Пароходы переполнены были почитателями, или, вернее сказать, духовными чадами великого и дорогого пастыря. За все ночные, которые начались в Андреевском соборе в шесть часов вечера накануне юбилея, народу было масса. Так что с трудом можно было пробраться. В теле два хора певчих, местный Андреевский под управлением господина Космоделя, и другой Манежный под управлением господина Александрова. Оба хора выполнили большую часть церковных песнопений, прекрасно, некоторые были слабее. Манежный хор считается в Кронштадте лучшим хором, как мне объяснил один весьма любезный моряк. Но я, привыкший к хору Андреевского собора, скажу откровенно, что он мне лично лучше нравится. Впрочем, я не знаток, и судить об этом строго не берусь. Духовенство было масса во главе с преосвященным епископом Кириллом, бывшим отцом Константином, кронштадтским кладбищенским священником. Высокочтимый маститый юбиляр прибыл в собор задолго до звона, чтобы встретить с прочим духовенством преосвященного, которого ждала ухода в церковь публика. Когда появился наш дорогой батюшка, сияющий, бодрый, полный жизни и энергии, то радости нашей не было конца. Какая милость Божия для нас, верующих, что мы дождались 50-летнего юбилея в священнослужении высокочтимого пастыря. Кто может так утешить, успокоить и ободрить нас, бедных, переживающих это ужасное время крамол, безверия и резни людской? Многие из нас пришли бы в отчаяние, если бы не прибегали под защиту и покров этого великого всероссийского праведника и молитвенника о скорбях наших. Пусть смеются над нами несчастные, неверующие безбожники, пусть склевещут, коль не способны на что-либо благородное. Даст Бог вскоре покаяться и устыдятся своей злой клеветы. Но мы, духовное чадо, безмерно счастливы и не знаем, как благодарить Всевышнего за его милость, что сохранил и хранит угодника своего. Да хранит его Господь еще на многие лета, на радость и утешение всем верующим. Обедня, самый день юбилея, началась в 10 часов утра при стечении массы публики. Радостно было видеть эту громадную духовную семью. Духовенство еще прибыло, так что было больше, чем за всеночные. Пели те же два хора, что за всеночные. Торжественно прошла божественная литургия, окончившаяся в половине второго. После благодарственного молебна начались поздравления от разных учреждений и частных лиц. Произносились речи и поднесены были подношения, состоящие в большей части из икон. В 2 часа 30 минут торжество в Андрейском соборе кончилось. Многие отправились в Думу, а высокочтимый юбиляр поехал в Дом трудолюбия, где также был приготовлен обед. Батюшка благословил трапезы, ожидающих с нетерпением его почитателей, и поехал в Думу. На другой день высокочтимый отец Иоанн служил по обыкновению ранее обедни в послужении девяти священников и нескольких диаконов. Сказал прекрасное поучение на текст дневного Евангелия. Причастил немногих и затем отправился, чтобы осчастливить жаждущих его утешения и святых молиту. Вчера 14-го мы опять имели счастье молиться заранее, единым сердцем и едиными устами, с великим молитвенником и слушать поучения и объяснения дневного чтения. Высокочтимый батюшка причастил сегодня гораздо больше, но все же много жаждущих причаститься святых тайн христовых осталось, что их очень огорчило. И лишь надежда на то, что высокочтимый батюшка сделает общую исповедь, успокоила их. После обедни высокочтимый батюшка посетил несколько домов, где останавливаются приезжие богомольцы. Чтобы их также осчастливить своим высоким посещением. Все ликовали, поздравляя дорогого батюшку с 50-летним юбилеем, радовались, видя его бодрым. Трудно верилось, что перед глазами 76-летний пастырь. Его взгляд полон жизни, энергии и ума. А святущий свет лица подает надежду, что Господь сохранит нам еще на много лет этого дивного неземного старца по летам. О чем мы и возносим горячие молитвы к престолу Всевышнего. Адрес из села Суры, Ваше Высокопреподобие. Дорогой сородич, досточимый отец протеерея Иоанн Ильич. 50 лет тому назад Вы удостоены были благодати священства. Был рукоположены в Сан-Иреевск, собору города Кронштадта. Духовным отцом какового города и по сейчас состоите. Но Ваша духовная опытность, проницательность, глубокая вера в Бога и великая сила молитвы, совершающая даже чудеса, нередко и в виду нашим, и тем, приводящие в изумление даже неверующих, приобрели Вам духовных овец не только среди жителей Кронштадта и окрестностей Его, но и по всему пространству необъятной Матушки Руси и даже далеко за пределами Ее. Нынешний знаменательный день, исполнившегося пятидесятилетия доблестного и благотворного служения Вашего, дает нам, сурянам, сородичам Вашим, приятный и удобный случай, справедливое воздаяние великих дел милости и пастырского воздействия на пользу Родины, засвидетельствовать перед Вами и всеми сынами России о Вашей деятельности по благоукрашению Родины, села Суры. Вот учреждение, воздвигнутое для нас, сурян, Вами, нашим сородичам и благодетелям, бессеребреникам. Красавые суры бесспорно служат устроенный Вами величественный каменный трехпрестольный храм, по своему внутреннему благолепию и убранству, способный, сколько поразить каждого посетителя, столько же и молитвенно настроить. Двухклассная церковно-приходская школа, каменно-двухэтажное здание с вечным капиталом для ее существования, вечный капитал для существования школы, грамоты, самой отдаленной деревней прихода, пять причстовых домов, четыре дома для бедных вдов духовного звания. Благодаря помощи Вашей, сколько красуется в суре новых домов. Досели суры, известные под именем поганой суры, Вы сделали светлым краем, известным всем и всюду. Благодаря же Вам, ввиду постоянного движения сюда массы людей, появился почтовый тракт, в суре открыто почтовое отделение, а летом пассажирское пароходство. Не можем умолчать и о существующем здесь Вами же устроенном Иоанново Богословском женском монастыре из Кити, с многочисленными при них постройками и воздвигнутыми в помощь к средствам содержания для живущих сестер, лесопильным, мукомольным и кирпичными заводами и каменной двухэтажной лавки. И другое, многое воздвигнутое Вами, дорогой наш земляк, что могло бы служить не села, а города, не села, а города украшением. Проникнутое искренней благодарностью и любовью к Вам, нашему сородичу, но не имея возможности за дальними расстояниями, разделяющим нас от Вас, приветствовать Вас по древнерусскому обычаю хлебом с солью. Мы, суряне, решили этот знаменательный для Вас день сделать и нашим общим праздником. И выражение чувств нашей искренней сыновной любви и уважения к Вам вознести за торжественным в день сей богослужением общую всех сурян молитву ко Всевышнему. Да подаст Он всемилосердный на закате дней жизни Вашей радость и успокоение. И да продлит Он жизнь Вашу на многие и многие годы ко благу Родины и во спасение многомиллионных сынов России. Примите же уверение, досточтимый отец Парта Ирея Иоанн Ильич, что любовь, уважение и молительная память о Вас, как сородичи, постоянном пособнике в наших нуждах и горестях житейских, благоукрасителей нашего родного села Суры, как со стороны нас, так и со стороны детей наших и будущего поколения, не иссякнут вовек. Настоятельница Сурского женского монастыря, игумене Партирия, казначея послушница Валентина, притч, священник, Венедиктитов, дьякон Александр Перовский, соломшики, Николаев Паромов, Николай Кофин, церковный староста, Павел Ошуков, перечень лиц. Поздравление от митрополита, Ваше Высокопреподобие, честнейший отец Парта Ирея Иоанн Ильич, при личной беседе с Вами Вы выразили желание, чтобы в знаменательный и радостный день 50-летия Вашего священнослужения, 12 до текущего декабря, благослужение в Кронштадтском Андрейском соборе совершено было мною с сонным духовенством. Я с особенным удовольствием выразил готовность принять личное участие в торжественном праздновании полувекового юбилея Вашей неутомимо ревностной, выдающейся пастырской деятельности, если буду здоров. Теперь же спешу уведомить Вас, что, к искреннему моему сожалению, не в состоянии буду принять участие в Кронштадтском торжестве, не вполне окрепшее мое здоровье вынуждает меня воздержаться от поездки в Кронштадт. Сердечно приветствую Ваше Высокопреподобие с наступающим юбилейным праздником и молитвенно призывая на Вас, Божие, с поспешистывающее благословение на дальнейшую многолетнюю столь же благоплодную деятельность. Честь имею быть истинным. К Вам почтением и братской о Христе любовью и совершенную преданностью Вашего Высокопреподобия, покорнейший слуга, митрополит Антоний. Кроме приведенных, получены отцом Яном еще следующие телеграммы из Джатска, из Бешенковичей, из Петербурга. Искренне, сердечно поздравляем Вас, дорогой батюшка, с торжественным днем. Шлем самые душевные пожелания. Молим Господа Бога о даровании Вам здоровья и сил на многие лето просим Ваших молитву. Непокойчицкая. Почтеннейшую редакцию Котлина покорнейше прошу поместить сии строки как бы в добавление описания празднования юбилея отца Иоанна. Читая описание празднования в номерах 277-280 Котлина, некоторые читатели и почитатели отца Иоанна высказали недоумение, почему сура Родины его ничем не откликнулась на празднование юбилея. Слыша сие, я как представитель Суры, бывший лично на празднование юбилея, считаю долгом заявить почтеннейшей публике, почитателям досточтимого отца протеерея Иоанна, что сура и в лице ее обитель Сурская, основанной пять лет тому назад, отцом Иоанном, не безучастна в этом торжестве празднования юбилея. Я был отправлен в 12 декабря в Кронштадт от монастыря в Суре почтенной игуменей Порфирии, чтобы почтить и поздравить дорогого юбилея отца протеерея Иоанна с днем его 50-летнего служения в священном сане. Прибыл я в Кронштадт 11 декабря к вечеру и последовал прямо на квартиру досточимого юбилея, где был принят хозяином дома весьма радушно и гостеприимно, как гость с далекого севера. Передал батюшке письменные поздравления от игуменей монастыря и 150 сестер, затем нарочито изготовленные руками самой игуменей сестер подарки, которых пересислить и называть не буду. Но только скажу, что тут были предметы как бы почти от всех отраслей монастырского труда. Дорогой батюшка всем этим был доволен, хотя высказал, что все это ему не нужно, но лишь приятно ему то, что монастырь и сестры в нем живут не без труда и пользы. Еще я передал письменные поздравления от девочек, учащихся в школе при монастыре с их фотографическим снимком в день приема в школу, во главе с их учителем, отцом дьяконом Торлоповым. От себя я преподнес застасимый юбиляру альбом с фотографическими снимками на память о сооружениях и трудах его в Суре. На этих снимках я хотел выразить и передать их печати через посредство одного уважаемого журнала то, что сделано отцом Янам в Суре и сколько его трудов положено на развитие Суры материально и особенно нравственно. Затем я имел удовольствие принимать участие в служении в Сеночной и Литургии с маститым юбиляром во главе с Преосвященным Кириллом. Тотчас после литургии и молебны я передал юбиляру поздравления и благопожелания от нашего архангельского епископа Иоанникия и от некоторых архангельских и других его посетателей. А потом я был любезно приглашен господином Марковым на разделение трапезы, устроенное в честь достатчимого юбиляра в городской думе. Благодарю, молитвенно благодарю господина Маркова за гостеприимное приглашение меня. Благодарю и всех кронштадтцев, принимавших участие в этом деле. Еще прибавлю, что в Суре этот день тоже не забыт. Было замечено, кроме последнего адреса, намечено, от всех сурян. Этот день отпраздновать так, с вечера отслужить торжественный всеночный в монастыре, и приходском храме. Последний тоже устроен отцом Иоанном и украшенный. Украшенный небеси подобным, как писалось в свое время, а утром литургии, и затем при полном собрании духовенства в монастыре, как более близким отцу Иоанну, отслужить благодарственный молебен Господу Богу с провозглашением обычного многолетия царствующему дому и святому синоду, сепископом христолюбимому воинству, и христианам, и особенно отцу Иоанну, выписанного из устава одного монастыря, «Спаси, Христе Божий, всесчастного отца нашего, Платырея Иоанна, и сохрани его на многие лета и святую обитель сию, в мире соблюди, и добро сохрани во веки веков. Аминь». После этого поют в оба лика весьма умилительно и торжественно трижды по трижды «Спаси, Христе Божий». После литургии молебна была предложена трапеза, уважаемые игумени монастыря за здравие дорогого и маститого юбиляра для духовенства, родственников отца Иоанна и почетных прихожан. Незабытые нищие братья, для них тоже готовилось угощение. На другой день, 13 декабря, я еще имел счастье принимать участие в служении литургии с отцом Иоанном в соборе, а затем награжденный иконами другой утвы для монастыря и особенно для строящегося в городе Архангельске, подворье, при самых лучших пожеланиях от отца Иоанна отбыл в Петербург для следования обратно в Суру священник Георгий Маковеев. Торжественное празднование 50-летнего юбилея священства протеерея Иоанна Ильича Сергеева в родной Суре. 11 декабря к 6 часам вечера женский Иоаннно-Богословский монастырь убран был флагами и елками, на которых горели разноцветные фонарики, а аллея, ведущая к церкви, особенно густо была освящена ими. Церковь внутри была убрана цветами. В 6 часов вечера начался благовест к всеночному бдению, которое совершалось обычным монастырским порядком. Причем на литию и величание выходили три священника во главе с протеереем Смирновым и два диакона. За всеночной, кроме сестер, присутствовали ущащиеся дети школ, монастырской девочки и двухклассной мальчики в красных рубашках и много местных обывателей и крестьян. Всеночная кончилась в 10 часов вечера. 12 декабря Твоя ранняя литургия была совершена в сельском соборе и по окончании ее в 8 часов из собора двинулся крестный ход в обитель, а навстречу ему из обители вышел также крестный ход с иконами и хоруглами. Умилительное зрелище представляло собой картина встречи двух крестных ходов и затем совместное шествие их в обитель. По внесении икон и хоругли в монастырский храм тотчас началась поздняя литургия. После запричастность сестры обители с воодушевлением и духовным восторгом исполнили концерт Бортнянского «Придите и видите дела Божии». А затем сурский священник отец Венедиктитов произнес слово по поводу настоящего торжества, в котором он выяснил все благодеяния юбиляра родной Сури, выразившейся в постройке церквей, училищных и притчатовых зданий, в учреждении монастыря и в постоянной помощи денежной бедствующим крестьянам и прочее. После «Будь и имя Господне» протеерей Смирнов говорил о жизни и деятельности юбиляра. По окончании литургии был торжественно совершен благодарственный Господу Богу молебен о здравии юбиляра с провозглашением многолетия по чину. После молебна вышел из обители совместный крестный ход в приходский собор с пением молебна во время пути, который закончен был в соборе, где также было провозглашено многолетие при собрании более 500 человек народа. Монастырский крестный ход возвратился в обитель, и этим церковное торжество было закончено. На трапезы игумене пригласило, кроме совершавшего богослужения духовенства, и всю местную интеллигенцию, так что всех набралось человек 30. Во время стола велась оживленная беседа, много было произнесено речей, и провозглашено тостов в честь государя и юбиляра. Обед кончился в 2 часа. Не забыты были и бедные, которых накормлено до 300 человек, причем одного хлеба вышло 9 пудов 14 фунтов, 17 караваев по 22 фунта каждый. Слово на день святителя Спиридона, тримефунского чудотворца, о важности и необходимости священнического чина. Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, людям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. 2 Коринфянам 5.19 Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5.19 Сегодня церковь совершает память святителя Спиридона, епископа Тримефунского, прославленного великими чудесами, которые Бог сотворил через него, для блага его паства, по крепкой его вере и по его сострадательной любви к ближним. Не буду теперь описывать чудес его, о коих я имел случай говорить в прежние годы. Скажу прежде всего о том, почему для меня теперь этот день особенно знаменателен и торжественен. 50 лет тому назад, 12 декабря, в день памяти этого святителя, я был рукоположен сам священник и епископом Христофором, вечная ему память. В столичном Петропавловском соборе, усыпальнице наших государей. 50 лет жизни и служения Богу и людям в сане священника много времени. А продолжительна ли и вся та наша жизнь? Много 70 лет, а если человек в силах 80, а далее она труд и болезнь. Итак, прежде всего благодарение Богу, положившему времена или та наша в своей власти, и даровавшему мне милость достигнуть 76 лет жизни и 50 служения в священном сане. Сколько за все это время получил я милости от Бога естественной и свыше естества, как развился я физически и духовно, как преуспевал в науках, особенно в науке богопознания и самопознания последовательно в трех духовных школах низшей, средней и высшей, и как я, учащись в средней школе, никогда не мечтал быть первым по причине сильного соперника товарища, и стал, однако, первым, и послом был высшее учебное заведение, проложившее мне путь к настоящему священническому служению в Кронштадте. Сколько я перенес тяжких болезней и в училище, и на месте священника, и был неоднократно при смерти, исцелялся, и опять продолжал совершать жизненное поприще, обо всем этом я теперь только кратко вспоминаю, чтобы всем сердцем возблагодарить за все это великодоровитого Бога моего, Творца и Спасителя моего. Главным предметом моего слова в этот день я избираю важность и необходимость священнического сана в порядке премудрого и благого домостроительства Божия о спасении рода человеческого. Ибо этот высочайший сан в нынешнее злополучное лукавое время многими пренебрегается и просто ни во что не ставится. Я привел в начале слова апостола Павла из посланий к евреям. Повторяю их. Христос должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Из этих слов видите, кто общий всему роду христианском первосвященник, учредивший в церкви своей три степени священства архиерейскую, священническую и диаконскую. Видите, чей сан носит особенно епископы и священники? Знаете ли, какие полномочия дал вечный первосвященник Христос архиереям и священникам, а отчасти диаконам? Эти полномочия следующие. Во-первых, ходатайствуют за людей, согрешающих перед Богом Духом Святым, ибо Дух Святой ходатайствует через священнослужителей воздыханиями неизглагованными. Во-вторых, совершать таинства спасительные, так должен разуметь нас человек, говорит апостол, как слуг Христовых и домостроителей тайн Божиих. В-третьих, проповедовать Слово Божие. Шедшие в мир, проповедуйте Евангелие всей твари. И, в-четвертых, руководствовать людей к христианской жизни и спасать их души. Таким образом, архиереи и священники поставлены от самого Бога, делать и продолжать величайшее дело самого вечного первосвященника Иисуса Христа, освящать и спасать грешный род человеческий и приводить его к Богу, освящающий Христос и освящаемые все христиане, от единого все, то есть от Бога. Потому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братья и Моей посреди церкви воспою Тебя. Через священство грешные люди примиряются с Богом, с которым бывает постоянного вражде через грех и становятся братьями самого Христа и сынами Божиими через усердное покаяние. Вот сколь важен и необходим священный сан. Без него не может быть примирения грешных людей с Богом. Бог дал одним священникам власть и слово примирения с Богом. Бог во Христе примирил с Собою мир, говорит апостол, не вменяя людям преступления их, и дал нам, апостолам и священникам, слово примирения. Только один Христос, агнец Божий, взявший на себя грехи мира и искупивший его от греха, проклятия и смерти, мог дать и дает своим служителям слово и власть примирения людей с Богом, власть разрешать грехи или связывать их, отворять и затворять людям небо. Поэтому ни один мирянин без священника не может примириться с Богом и получить оправдание или доступ к Богу. Такова праведная воля Божия. Потому отступившие от церкви именуемые христиане спастись от вечного осуждения не могут, если не примиряться с ней и не будут участниками ее богослужения и таинств. Таким образом, священство церкви православной по своему характеру есть служение величайшее и на земле пренебесное, святейшее, жизнерадостное и всеосвящающее. Служение священническое есть посредничество между Творцом и Тварью, служение нетления или для растленного грехами человечества, служение примирения преступных тварей с Творцом, служение освящения и возведения к святости и нетлению, приведению от смерти к жизни от земли на небо. Мирские люди ставят нам в укор золотошвейные одежды и митры, упрекая нас в роскоши. Да не сам ли Господь Бог облег своих священников в особенные благолепные одежды, повелев Моисею сделать для них одежды благолепия и красоты? Царь одевает своих слуг золототканными мундирами и всячески отличает и награждает их. Царь ли небо и земли не имеет власти отличать своих слуг, предстоящих ему страшному, его престолу и славному, одеждами блестающими, как ангелов земных? Дай Бог только, чтобы мы старались соответствовать своему великому призванию и родили о спасении душ человеческих, да были бы светлые душами своими. Слава Богу, давшему Церкви своей благодать священства, через которое удобно всякому верующему и смиренно покорному чаду Церкви примириться с Богом и сделаться возлюбленным чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. Аминь. Деятельность отца Иоанна в русско-японскую войну и его борьба с революцией. Много грехов и беззаконий накопилось в русском народе. Под покровом мира и спокойствия греховный червь незримо подтачивал основы духовного и внешнего благоденствия России. И вот в наказание за это в конце января 1904 года началась тяжелая и несчастная русско-японская война. Великий патриот и молитвенник за землю русскую отец Иоанн Кронштадтский конечно не мог остаться безучастным к тяжелым дням переживаемым святой православной Русью и выступил со своим могучим пастырским словом. Первее всего им отправлено было в далекую Маньчжурию ниже следующее прекрасное послание к нашим войскам. Братское обращение к доблестным войскам нашим на полях далекой Маньчжурии. Дорогие братья мои христолюбивые воины всякого чина с высших до низших стоящие лицом к лицу с коварным и хитрым врагом к вам мое краткое сердечное слово во имя Господне. Тяжкие дни переживает ныне Россия дорогое отечество наше такие каких не бывало во все время существования и ее. Но ни на минуту не забывайте возлюбленные, что переживаемые нами бедствия внутри и извне посланы на нас от праведного и всевлагого проведения за то, что русские забыли Бога своего Спасителя своего так, как не бывало никогда. Попрали дерзновенно все заповеди его, и каждый стал исполнять злую волю сердца своего, вывернув наизнанку всю жизнь свою, особенно так называемая несчастная наша обезумевшая интеллигенция. Тяжкие крайне болезненные удары посланы нам от Господа Бога, но это удары и наказания отеческие временные для вразумления и наказания. После Бога и Богоматери и всех святых вся Россия на вас, дорогие братья, обращает взор свой, возлагает надежды свои, ожидая совершенной победы во имя Господи над врагами со всех сторон ополчившихся против нас. Дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, говорит от лица Божия вдохновенный пророк. Еще он же говорит, когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой. Когда же приступаете к сражению, то пусть подойдет священник и говорит войску и скажет ему, слушайте вы сегодня, вступайте в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими, спасти вас, но при том не забывайте исполнять заповедь Бога вашего, соблюдайте и исполняйте их от всего сердца и всей души вашей, и благословенны вы будете при входе вашем и при выходе вашем. Поразит перед вами Господь врагов ваших, восстающих на вас, одним путем они выступят против вас, а семью путями побегут от вас. Помните же, дорогие братья, мужественно сражающиеся на поле брани за веру царя и отечества, что с нами Господь и будет сам сражаться с вами, если твердо возложите на него надежду свою, ибо немножеством воинства спасет Господь, не орудиями смертоносными, но всемогущую силу и своею. Помните солнечные явления креста на небе царю Константина и войску его с надписью «Звездами вокруг креста» «Сим победиш» то есть крестом. Вот где сила христианского воинства в кресте, ибо Христос крестом победил и победит врагов наших видимых и невидимых. Твердо веруйте, что Господь с вами. Вот я с вами во все дни до скончания века, говорит он. Помните нашу взбранную воеводу Матерь Божию, без числа спасавшую Россию в браних с врагами. Дай Бог и ныне после славной победы воспеть нам всем единым сердцем и едиными устами сбранной воеводе победительная. По-братски советую всем вам перед всяким сражением говорить и лепеть догматик церковной всемирную славу от человек прозябшую произрастшую от слова произрастения и владыку рощшую небесную дверь воспоим Марию Деву бесплотных песнь и верных удобрения похвалу. Сия боевися небо и храм божества сия преграждение вражды разрушивши мир в виде и царстве отверзи сию убоимущий вероутверждения поборника имамы из нея рощшегося Господа дерзайте убо дерзайте люди Божие ибо той победит враги Яков Сесилин эту песню выучить наизусть с этой священной песни выходите на сражение и победите Аминь здесь фотография протоиерей Иоанн Ильич Сергеев с благословения высокочтимого пастыря отца Иоанна Кронштадтского первый отряд братьев милосердия во имя Христа в составе сорока человек отправился на театр военных действий где под неприятельским огнем на передовых позициях первой маньчжурской армии оказывал помощь раненым воинам по окончании войны весь отряд вернулся до единого человека здоровым и невредимым удостоившись высочайших наград в своих проповедях отец Иоанн часто раскрывал истину что война послана в наказание за грехи война злополучная говорил он попущена на нас как наказание праведное от Бога праведного что нам нужно при этом хаосе прежде всего нужно строгое действие всех властей или прежде всего нужно общее покаяние всех классов населения России нужен общий пост общественная и горячая молитва Богу об обращении заблудших об исправлении нравов потребен страх Божий страх суда праведного грозного наказания Божия к этому призывает всех и монарх наш государь Богом поставленный для управления народами по заповедям Божиим и государственным законам и мы всех соотечественников призываем к горячему и глубокому покаянию усердной молитве и милостыне мы должны преобразиться немедленно измениться во всем дай Бог спасительный нравственный поворот всему русскому всесословному народу на правый путь довольно до пресыщения до отвращения испытали мы пагубу и бессмыслие путей кривых в другом месте отец Иоанн говорит в настоящее время злополучной войны время безверия и общего растления нравов России многие говорят Боже наш Боже наш зачем ты оставил нас полтора года России ведет страшную кровопролитную разорительную войну и при всей изумительной доблести и храбрости наших войск мы еще не победили язычников вероломно нападавших на нас и не мы их а они нас побеждают где обычная в прежние времена помощь твоя нам Господи ныне и ты против нас а не за нас и ты побораешь не по нас а по язычникам ты оставил нас и не ходишь в силах наших за беззаконие наше ибо мы стали врагами тебе и ты вооружил самую бездушную тварь против воинства нашего когда пустил против них страшное облако пыли содействовавшее врагам нашим теперь у нас время поста и покаяния но множество вольнодумцев отрекшихся от веры твоей и не думает о посте и покаянии и тем еще более усугубляет праведный гнев твой если желаем добра себе и России убоимся праведного суда Божия покаемся нелицемерно в своих беззакониях перестанем творить зло научимся творить добро подобающее христианам будем молиться и учить и учиться воздавать Божие Богу о кесарь в о кесарю пламенный пастырь патриот призвал всех тесно сплотиться и объединиться в дни тяжелой войны Россия как православное государство есть одно гражданское тело которого глава государь самодержавный и как члены одного государственного живого организма мы должны сочувствовать и скорбям и радостям его его славе и бесчестию его могуществу и изнемоганию хотя бы под бременем настоящей неудачной войны и не только сочувствовать но и помогать всеми от нас зависящими средствами особенно же горячей молитвой и сердечным доброжелательством своей матери России истекающей крови своих сынов кто истинный сын церкви тот есть вместе верный и доброжелательный сын отечества а кто не призывает церковь матери не признает тот не может быть и верным сыном отечества и не видать ему отечества небесного которому готовит нас церковь нас как странников и пришельцев земных отчего но немногие русские интеллигенты ненавидят россии и желают ей зла и злорадствуют о ее неудачах от того что они отвергли учения матери своей церкви породившей их в крещении и воспитавшей их своим учением богослужением и таинствами которые они отвергли это жалкие межеумки которые отпали от Бога и церкви и пристали к безбожию и всяким порокам расслевающим человека до костей и мозгов одобряя православных христолюбивых воинов проливавших свою кровь на полях Маньчжурии отец Иоанн в одной из своих проповедей восклицает поля Ниппана и Маньчжурии скрывшие тела наших соотечественников православных русских воинов не назову вас полями смерти или могилами мертвых но полями жизни сокровищами бессмертия ибо все тела убиенных воинов восстанут нетленными и процветут бессмертием послушайте какое чудное изображение воскресения мертвых дает нам пророк Божий Иезекииль в богодухновенной книге своих пророчеств Далее дословно приводится известное место из Иезекииля 37.1.10 Господи победители смерти и ада даруй скорую и славную победу воинству нашему христолюбивому на врагов креста Твоего и возвесели сердца верных Твоих рабов удрученных неудачами военными и торжеством врагов наших бесчисленных внешних и внутренних чужих и своих и загради устанье вере и глумлению восклицает отец Иоанн в одной проповеди в настоящее тяжелое время переживаемое Россией считаемое в другой проповеди время всебедственной всепожинающей войны с Японией и внутренней крамалы мы особенно нуждаемся в утешении и помощи Бога Матери взбранной непобедимой воеводы царицы неба и земли но где ее дивная помощь и заступление коих так скоро удостаивались наши предки наши древние благоверные князья цари святители как например Иоанн Новгородский другие преподобные чудотворцы народ русский коса Божия как траву косит серб Божий пошинает как колось бесчисленное воинство русское злодейственные шайки мгновенными выстрелами из смертоносных орудий повсюду лишают жизни верных слуг царя и отечества или подвигают всякие правительственные частные учреждения дома мирных жителей фабрики заводы коммерческие суда злодействует на суше и на море по всему государству повсюду распространяет дух мятежа неповиновения забастовки и мы остаемся как беспомощными и самое небо как будто оставило нас своей помощью и владычица всемощная и всеблагая как бы отвратила от нас лицо свое и мы остаемся как покинутые сироты без заступления что же это значит не в нас ли кроется причина всех этих безобразий бедствий несчастье одно за другим поражающих нас да это причина в нас Россия забыла Бога спасающего утратила веру в Него оставила закон Божий поработила себя всяким страстям обоготворила слепой разум человеческий вместо воли Божией премудрой святой праведной поставила призрак свободы греховной широко распахнула двери всякому произволу и оттого неизмеримо бедствует терпит посрамление всего света достойное возмездие за свою гордость за свою спячку бездействие продажность холодность к Церкви Божией Бог карает нас за грехи владычица не посылает нам руку помощи проснемся наконец очувствуемся смиримся пред Богом праведно наказующим и вразумляющим нас русско-японская война от начала до конца представлявшая ряд неудач и поражений окончилась для нас унизительным портсмутским миром острой мучительной болью отзывалась эта война в сердцах русских патриотов глубоко скорбела наших военных неудачах кронштадтский пастырь на праздник 30 августа перенесение мощей небесного покровителя Санкт-Петербурга святого великого князя Александра Невского одержавшего геройские победы над шведами отец ианца поставляя эту и другие победоносные войны древней Руси с нашим поражением в русско-японской войне говорит отчего мы не могли победить врагов язычников при нашем храбром воинстве скажем не обинуясь от неверия в Бога упадка нравственности и от бессмысленного толстовского учения не протився злу следуя которому сдался на капитуляцию порт Артур а военные суда в постыдный плен со всем инвентарем какой славный учитель для всего русского воинства для всех военных и других властей святой благоверный и великий князь Александр Невский но кто из интеллигентов читает ныне о подвигах его и кто верит сказанным чудесам вот от этого неверия от своего гордого кичащегося разума и надмени своей военной силою мы терпим всякие поражения и стали посмеянием для всего мира страшный урок дан Богом русской интеллигенции не верующий в Бога и себя боготворящий научись Россия веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере мудрости и мужеству в связи с тяжелой внешней японской войной пришлось вести Россию еще более тяжелую внутреннюю войну войну с революцией впрочем неудачная русско-японская война была лишь внешним толчком к революции корень революционной проказы таился в русском обществе очень глубоко еще задолго до японской войны этот корень из которого разветвлялись другие корни горечи выстрь прозябающие заключался в холодности к вере отцов своих в равнодушии к православной вере каковая холодность и равнодушие под влиянием толстовского лжеучения стали обнаруживать у нас еще задолго до войны и революции фактов ухода некоторых из православной церкви в католичество или другое инославное исповедание или даже секты толстовщину пашковщину или штунду религия есть голова и сердцевина государственной жизни когда подгнивает сердцевина у дерева начинает разваливаться и все дерево точно так же и в России стало тускнеть загнивать и портить все религиозные чувства начала разваливаться через войну и революцию и сама Россия проведя своим прозорливым оком государственной катастрофы надвигающиеся на нас из мрачных из мрачной тени отдаленного будущего за слабость религиозного чувства отец Иоанн еще до войны и революции выступил с грозным обличительным словом по поводу отступничества многих лиц от православия побеседуем ныне о том в чем состоит свобода христианина и каковы обязанности его пред Богом и людьми всеми теперь овладела горячка и жажда свободы но свобода большинством понимается неправильно не по Божью разуму а по человеческому слепому именно понимается как повод к угождению плоти в которой не живет добрая ибо все что в мире есть похоть плоти похоть отчей гордость житейская оно не от Отца Небесного а от мира сего она вражда против Бога возьмите вы грехи похоти плотской все это по их учению не только простые слабости человеческой природы но и законы природы ее требования находятся между ними такие которые боготворят и самую страсть плотскую как в древности поклонники Артемиды и вся эта мерзость печатается ее читают и они рассуждают без омерзения без отвращения как будто о достойном внимании это ли свобода нет это не свобода а ужасное рабство греху и страстям имеющие последствиям страшную казнь Божию истребление рода и муку вечную всякий творящий грех есть раб греха раб не пребывает в дому вовек сын истинной свободы пребывает вовек истинные христиане должны распинать и искоренять страсти те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями к свободе призваны вы братья писал апостол Павел Галатом только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти но любовью служите друг другу христианской святой любовью если же друг друга угрызаете и съедаете как нынешние борзописы то берегитесь чтобы вы не были истреблены друг другом нынешняя ложная свобода не служит ли только поводом к угождению многострастной плоти к отступлению от Бога к разврату и погибели ей аминь в революционный период со всей ясностью обнаружилось духовное гниение и разложение России ясно было что для нравственного врачевания общества нужно было грозное обличительное слово нужны были пастыри предходящие пред Богом в духе и силе Ильи таким пламенным обличителем и был славный кронштадтский пастырь несомненно для будущего историка его проповеди будут иметь важное значение в качестве характеристики нравственной жизни русского общества в революционный период поэтому и мы хотя кратко остановимся здесь на тех проповедях где отец Иоанн отмечает пороки русского общества в революционную эпоху наши именуемые интеллигенты говорит он не верят в воскресение мертвых и бессмертия души человеческой в праведное всем воздаяние вечное блаженство праведных и вечную муку грешников нераскаянных и от того сбили совершенно жизненные разумные божественные основы и стали не интеллигентами разумными а безумными делающими совершенно безумные дела прониклись ненавистью к вере к христианскому благочестию к истине и правде ко всему святому честному и похвальному между тем как они сами должны были бы бояться власти ибо сказано нет власти не от Бога существующие же власти от Бога установлены хочешь ли не бояться власти делай добро и будешь иметь похвалу от нее если же делаешь злое то бойся не безума же он меч носит и когда я говорю так то думаю что и на меня заносят свой меч эти враги всякой правды враги церкви христовой но вечный и бодрый живущий на небесах да сохранит борющихся против неправды все не воздремлет и не уснет хранящий Израиля никогда не бывавшее прежде явление мы видим отроки юноши только вступившие в жизнь и не понимающие ее цели ее хотят господствовать над мужами опыта и науки над людьми с пользой чести и славой послужившими отечеству над людьми властными облеченными доверием царским поистине мальчики господствуют над старцами по пророку Исаии когда же этому будет конец когда власть с умом будет носить меч когда воспримет от Бога дарованную силу и вселит страх в тех которые хотят господствовать над властями и страхом о как русский народ особенно так называемые либералы стали недостойны своего христианского звания недостойны Евангелия потому что во всем противится ему недостойны Христа Агнста Божия искупившего нас своей кровью от праведного гнева Божия от наследственного распления греховного от проклятия и смерти по невыразимо великой благости Божией человечество Богом помиловано взысканно почтено и возвеличено как оно в большинстве своем отвечает на такое снисхождение Божие на такую безмерную милость оно отвечает пренебрежением нерадением или неверием даже глумлением как наш русский еритик Лев Толстой и все его последователи погружением в плотскую животную нечистую жизнь откуда такое пренебрежение высочайшими интересами жизни откуда такое непонятное неверие божественному неложному откровению и попечении Божие о нашем вечном спасении от слепого гордого у разума человеческого который таки превозносят современные наши писатели от добровольного лишения ими света веры обильно принесенного на землю воплотившимся Сыном Божиим от лишения света Евангелия дерзко отринутого лжеименной мудростью человеческую они то эти мнимые мудрецы века сего отринувшие руководство Слова Божией Церкви не участвуют с нами в великих христианских торжествах и чуждо ее небесного спасительного духа где же у них благодать крещения где дух христов где соответствие звания небесному где стремление к небесному отечеству для которого мы отрождены водою и духом где стремление к святой жизни где плоды духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание нет их и без них нет и христианства где упование христианское которому даны великие спасительные обеты божии неложные где новая жизнь во Христе ибо кто во Христе тот новая тварь а не ветхая с прежними страстями где у них спасительное неоценимое сочленение с церковью с этим таинственным телом Христовым в силу которого Пресвятая Богородица есть начальница мысленного на здание и заступница всех христиан с верою в покаяние прибегающим к ней они сами себя расчленили церковью отторгли себя от ее святого союза и сочленились соединились с тем кто в самом начале порвал наш блаженный союз с источником жизни Богом и поверг в грех проклятие и смерть открыв для рода человеческого двери ада да обратит их Господь ими же весь судьбами к церкви своей да смирит их гордый ум и гордое сердце да расположит их упорную растленную волю познанию и исполнению святой премудрой всеблаженной вечной воли своей да вложит в них страх свой божественный и да совокупит их святому таинственному телу церкви своей и да удостоит их царствия своего небесного аминь какой назидательный урок преподает христианам праздник введения тот урок забытый или забываемый ныне многими христианами всех исповеданий что храм божий есть богом данное нам училище истинного богопознания и благочестия где мы научаемся познавать бессмыслие и пагубу греха отвращаться от всего от него всем сердцем и обучаемся всякой добродетели всякой правды и святости страху божию любви словословию и благодарению бога за все его неисчетные милости истинному покаянию смирению терпению незлобию милосердию самоотвержению послушанию всецелой преданности воли божьей без храма для нашего спасения без тайн сданных для нашего спасения без богослужения без поучения в слове божьем спастись невозможно ибо весь мир возле лежит по учению слова божия и мир будет осужден праведным судом божиим судимы же будучи от господа наказываемся чтобы не быть осужденными с миром современные наши безбожники проповедуют что не нужны нам храмы не нужен закон божий в школах не нужна молитва не нужны священники как вы хотите чтобы люди стали бессловесными животными зверями чтобы земля сделалась ареной бойни кровопролития чтобы люди как звери бросались друг на друга и терзали друг друга как к несчастью уже и дошло до этого по причине беззверия многих и Россия представляла уже из себя в разных городах настоящую бойню как бы нашествие неприятельское и море пламени не к этому ли ведут нас безбожники наши да не будет этого в искренне православной России оставьте нам храмы это небо земное это царство Бога на земле где непрестанно прославляется причесное и великолепное имя Божие где мы освящаемся посредством молитвы и таинств где мы искренне беседуем с Богом как чадо с Отцом где мы делаемся живыми храмами Божиими где мы теснейшим образом соединяемся с Богом причащаемся Божьего нетления и делаемся сами божественными через приобщение божественных тайн слава Богу учредившему повсюду храмы имени своему и воспитывающими в них благоговейных верных христиан в живые храмы себе как написано не знаете ли что вы храм Бога живого и Дух Божий живет в вас только в храме Божьем мы научаемся искренне веровать в Бога познавать себя любите Бога и друг друга только в храме мы познаем что у нас есть общий Отец на небесах основавший там для верных и любящих чад его вечный нетленный град и что он от сложения мира вписал преданных ему в число граждан небесного Иерусалима Аминь особенно сильно обнаружилась расшатность в учебных заведениях подобно тому как при грехопадении прародителей сатана вселившийся в змея действовал через женщину как наиболее слабое существо так и в революционные годы он усердно посеивался и плевел и среди учащейся молодежи пользуясь ее юностью и неопытностью вот что говорит об этом кронштадтский пастырь побеседуем о лукавом слове змея которого сеял в сердце Евы и Адама и которое он досеренно шептывает и которым смущает и губит род человеческий неверующий слову Божию особенно нашу неверующую учащуюся молодежь мнящую себя сверхчеловеками и так называемыми автономистами у них нет веры в Бога от них дерзкое издевательство над тем кого мы называем Богом в неизмеримой гордости они считают себя выше всех выше властей родителей и не хотят никому подчиняться мы говорят они сами себе закон мы автономисты мы Боги но эти самозаконники не имеют никакого закона нигде нет такой бессмыслицы в учащемся мире или в интеллигенции как в России это знает весь свет и об этом трубят все газеты какое нелепое начало действует в нашем учащем и учащемся мире змии как древний змии который нашептал Еве и Адаму чтобы они не слушались Бога а послушали его змия что они будут автономны будут как Боги не время ли одуматься не время ли взять за разум за веру за Бога за Церковь Божию за книгу книг приближалось время созова первой государственной думы этот важный факт не был оставлен без внимания великим пастырем он изображает следующее доброе качество какие должны иметь истинные избранники народа заседающие в государственной думе в настоящих тяжких обстоятельствах государства добрые опытные разумные советники нужны царю а их не было или были но внутренние измены и крамало их истребляло всякими злодейскими способами грозит и ныне да приблизится же к царю коренная русская из почетных советников дума рассудит вместе с царем не ограничивая самодержавных прав его о наилучшей защите отечества от врагов внутренних и внешних да явится самодержавие России во всеоружии искренних верных умов и сердец преданных мужей и да утвердят они с Божьей помощью недвижимо России престол царства колеблемый злонамеренными искателями неправых прав управления себе самим и окончательной гибели и самодержавия и православия господи возлигни силу твою и приди спасти нас первые две государственные думы оказались неудачными перед создаванием третьей думы кронштадтский пастырь говорил следующее умолкните же вы мечтательные конституционалисты и парламентеры отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божье на что человеческое сказав господь Петру пререкавшему пререкавшему отойдите и вы противящиеся божию велению не вам распоряжаться престолами царей земных прочь дерзновенные не умеющие управлять и сами собою но припирающиеся друг с другом и ничего существенно полезного для России не сделавшие от господа подается власть сила мужество и мудрость царю управлять своими подданными но да приближаться к престолу достойные помощники имеющие божию правую совесть и страх божий любящие бога и церковь его которую он сам основал на земле и добежат от престола все у коих сожжена совесть в коих нет совета правого мудрого и благонамеренного как это было недавно еще с первым министром предателем вникните в слова пророка и царя Давида вы особенно собирающийся в третью государственную думу и готовящийся быть советниками царю которого держава занимает шестую часть света и изучите всесторонние ее потребности и нужды болезни и раны родины и обещи правой рукой его очами его искренними верными деятельными доброжелателями и советниками его при этом богобоязливыми и неизменными вере и отечеству бог призывает нас к этому великому делу благоустроения и умиротворения отечеств при этом помните что отечество земное с его церковью есть в преддверии отечества небесного потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить чтобы наследовать жизнь вечную там отче наш говорим мы иже иси на небесах видите где пребывает во всей славе вечный отец наш господь бог на небесах там и отечество наше кто верен богу тот верен и царю напомню вам еще слова псалмопея пророка и царя с небес придирает господь видеть всех сынов человеческих с престола на котором восседает он придирает на всех живущих на земле он создал сердца всех и вникает во все дела их следовательно всех и судить будет строго аминь фотография ее императорское высочество великой княгини Александра Петровна военокинь Анастасия мать верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича свой глубокий патриотизм великий молитвенник проявил 26 ноября 1906 года при освещении знамени Союза Русского Народа сотрудник английского журнала The Guardian говорит следующее об отце Ане Кронштадтском с которым он беседовал в этот день после картинного описания освещения знамени Союза Русского Народа в Михайловском Манеже которым участвовал и отец Иоанн корреспондент излагает свою беседу с отцом Иоанном о законе веротерпимости Я Я хорошо помню эту беседу Я сидел за столом в его комнате в Кронштадте Он положил руку на мое плечо и просил говорить громче так как он плохо слышит Мы говорили о новых законах дающих религиозную свободу Мнение отца Иоанна весьма интересно Наш народ сказал он весьма невежествен и не способен сделать разумное избрание религии Поэтому гораздо бы лучше не давать ему повода сбиваться с истинного пути Затем он в стильных выражениях высказал свое мнение о русской интеллигенции Наша интеллигенция сказал он ни к чему не годна Это безбожные анархисты подобные Льву Толстому которого они обожают а я решительно осуждаю Они меня поэтому страшно ненавидят и готовы стереть с лица земли Но я не боюсь их и не обращаю на них ни малейшего внимания Старый священник закончил речь характерной русской фразой Я им бельмо на глазу Англичанин находит вот звяца Иоанна об интеллигенции много правды В России пишет он большинство образованных людей исключая сторонников русского строя считают общепризнанным что вера не необходима и даже бессмысленна Однажды одна петербургская высокообразованная женщина спросила меня верю ли я в существовании Бога и когда я сказал что верю она с удивлением заметила как странно а я всегда считала вас интеллигентным человеком русские не дают себе труда заниматься вопросами веры а довольствуются повторением нескольких избитых фраз относительно сущности природы веры фраз которые считались умными в конце восемнадцатого века но которые теперь безнадежно устарели и нет такой клеветы которые вы не распускали против него но достаточно встретиться с ним чтобы убедиться что вы имеете дело с каким-то прозрачно добрым человеком и чрезвычайная сила его молитв является доказательством его благочестия я начал говорить с батюшкой о его славе я не ищу не искал славы сказал он мне она сама идет ко мне воздаю славу тому кто сказал кто прославит меня тех я прославлю так понимает и ценит отца Иоанна в просвещенной иноверной Англии осенью 1907 года отец Иоанн был избран в почетные члены союза русского народа 19 октября 1907 года в день ангела высокочтима пастыря его приветствовали от лица главного совета уполномоченная с графом Кановницным во главе и поднесли следующую грамоту милостивый пастырь и отец его императорское величество государь император Николай Александрович самодержец всероссийских на путях монаршего милосердия и благожелания своего высочайше повелел в именной телеграмме от 4 июня 1907 года союзу русского народа служить надежной опорой законности и порядка в отечестве нашем приемля таковую верховную волю к полнейшему осуществлению главный совет союза русского народа и на душу призывает тебя посчитаемый пастырь оказать делу служение его на благо великой русской народу непрестанную молитвенную защиту пред престолом бога вечного ему же ты отче служил уже 52 года как верный сын царя и церкви христовой алка и жажда и духовной близости к тебе и единения с тобою добрый пастырь главный совет союза русского народа впоследствии своем 15 октября по журналу номер 71 единогласно избрал тебя в свои пожизненные почетные члены прими очень скромное звание тебе подносимое в свидетельство коего вручается тебе грамотность я председатель главного совета Дубровин А.И. особенно знаменательно сказалось глубоко патриотическое настроение отца Иоанна 8-9 мая 1908 года при посещении его в Кронштадте членами Третьей Государственной Думы вот как происходило это событие 8 мая 1908 года некоторые члены Государственной Думы в числе около 60 человек между которыми было с епископом Евлоги во главе до 25 священников прибыли в Кронштадт с единственной целью навестить прославленного чудесами Господнями великого подвижника непрестанного молитвенника и божественного светильника православия отца Иоанна Ильича Сергиева Накануне поездки епископ Евлоги получил от дарового батюшки ответ на телеграмму что он рад видеть избранников народа называя гостей своих избранниками народа отец Иоанн с прозорливостью Святого Духа загласно угадал в них действительных народных представителей явившихся с любящим сердцем и чистой совестью на великое дело служения царю и России действительных а не фальшивых продавших жидам и крамольникам свою честь веру царя и отчизну действительных готовых земную жизнь свою положить за правду и народное благосостояние а не фальшивых достигших почетного звания депутата путем иудейских сребреников и стремящихся к полному разрушению уже истерзанной страны всех депутатов приехавших в Кронштадт было 49 человек в этом числе было 23 священника посетители остановились в Кронштадте в доме трудолюбия их здесь встретил ключарь Андреевского собора протоиерей попов в своей речи которую приветствовал отец ключарь достопочтенных думцев между прочим высказал что государственная дума должна работать в началах жизни истинно русской и не должна заимствовать новшеств запада затем в домовой церкви дома трудолюбия священниками депутатами во главе епископа Евлогия было совершено всеночное бдение начавшееся в 11 часов ночи 8 числа и кончившееся в 2 часа по полуночи 9 числа отец истинно 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 9 числа отец истинно 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 в сослужении 17 священников депутатов ослужил ранее литургию после литургии маститый наш отец протоиерей произнес чудную свою проповедь преисполненную верой в Бога и любви к Отечеству в основе этой величественной проповеди была положена первосвященническая молитва Господа нашего Иисуса Христа о любви и единении никогда наша общественная любовь и наше общественное единение не потрясены как в настоящее время поэтому то великим нашим современным проповедникам в основу его слова и положена первосвященническая молитва Иисуса Христа о любви и нашем взаимном единении на началах веры любви и упования исходным пунктом единения служит единство веры празднуем 9 мая святитель Николай Чудотворец был одним из величайших поборников единства веры отсюда отец Иоанн Ильич призывал священников депутатов следовать примеру святителя Николая Чудотворца и стойко охранять в Государственной Думе интересы православной церкви препятствуя осуществлению полной свободы вероисповедания Государственная Дума сказал дальше отец протеерей должна также остерегать от других свобод слова печати собраний они сеют вражду и ненависть и разделяют общество вся деятельность Государственной Думы должна быть проникнута духом национальных начал из Кронштадта члены Государственной Думы уехали утешенные ободренные и духовно просветленные для людей не верующих не понимающих богоучрежденности царского самодержавия все равно кто будет управлять Россией царь помазанник Божий или какой-нибудь президент из жидов но это далеко не все равно для православно верующих русских патриотов каковым принадлежат принадлежал и глубоко чтимый кронштадтский пастырь в период русского духовного ослепления навеянного революционной мглою его патриотическая деятельность была светлым маяком указывающим правый путь поистине он этой деятельности уподобился преподобному Сергию Радонежскому святым митрополитом московским Петру Алексею Ионе и Филиппу митрофанию Воронежскому Дмитрию Ростовскому и другим угодникам Божиим соединившим с глубокой верою и глубокий патриотизм Слово Отца Иоанна Почему Бог допускает войны? Господь есть праведный царь и судья всех народов и всем воздаст по делам их взор содержителя на всех живущих на земле если взор равнодушный к судьбе народов и племен земных и подумать это безумное богохульство И добрый искренний и правдивый человек царь или мудрый политик и друг человечества не может равнодушно смотреть на то что творится между народами племенами или людьми одного государства веры или гражданственности Кто стал бы равнодушно читать или слушать о кровопролитии о десятках или даже сотнях тысяч павших на войне граждан отцов и кормильцев своих семей едва ли найдется между людьми такой черствый человек который не вздохнул бы тяжело слыша или читая об этом бедствии во сколько же раз противнее кровавое зрелище взору творца и общего любящего отца всех людей бога вседержителя может ли он равнодушно взирать на это бесчеловечное кровопролитие на это зверское истребление людей войною нет и нет почему же существуют и допускаются эти войны божественным провидением сколько праведных сколько человеколюбивым не он ли дал всем заповеди о взаимном мире правде милосердии сострадании терпении доброжелательстве друг к другу и заповедь о мирном труде довольстве тем что имеем что же значит эти войны почему они допускаются все благим праведным и премудрым мироправителем богом боговдохновенный царь и пророк говорит с небес презирает господь видеть всех сынов человеческих с престола на котором восседает он презирает на всех живущих на земле он создал сердца всех их и вникает во все дела их и так взор господа на народы есть взор человеколюбивый и вместе взор судящий война есть гром правосудия небесного на начинающих войну которая изрывая яму другим неправедно сами падают в нее и получат возмездие за свою неправду и знамение правды и милости Божьей к отражающим неправую войну защищающим свои владения свою независимость веру семейство которые получают от праведного судьи помощь в правом деле а павшее на войне лучшую жизнь и неприходящее благо всеправедный творец и промыслитель и отец и судья всех народов дал всем особенно христианам свои законы в совести и в Евангелии закон любви правды милости и сострадания известны народом христианским от них ожидается исполнение их а если они вопреки смысла и совести нарушают их небесное правосудие карает их через самое нарушение их правому оружию Бог помогает а неправедное сокрушает и не спровергает или самую победу обращает в кару правосудия и среди побед полагает начало к разрушению как было это в древние и новые времена и так небесный мироправитель и царь царей земных воссидящий на страшном и правом престоле своем непрестанно взирает и наблюдает за всеми народами как отдельными лицами сострадательно человека любиво как всегда как и свойственно всеблагому но вместе и праведно и грозно обращая неправедную войну в праведное наказание и бить одним неправедно начинающим к воздаянии венцов правды и нетления злострадания и терпения поражающим неправедно поднятое оружие так было в нашу отечественную войну так было во все времена так и ныне впрочем иногда и неправедно внесенные в чьи-либо пределы войну праведно мироправитель и судья попускает как наказание за грехи и беззаконие народа воюемого как было в ту же отечественную войну когда господь наказал Россию за ее развращенные нравы хотя потом наказав словно помиловал наш царствующий государь вскоре повошествие на престол провозгласил слух свою мирную политику и престол его есть седалище мира и правды если враги дерзнули неправедно внести свое оружие в наши пределы они получат вскоре праведное возмездие от правящего всеми народами господа славы и от нашего правого оружия Россия всегда воздерживалась от политики нападения но всегда защищалась с достоинством когда на нее нападали враги ее благоденствия и мощи твердо веруя что правому и верно и смело направленному оружию Бог Бог помогает как древнему Израилю против нападавших на него и наплеменников да будет же престол царский как престол правды и мира непоколебим вовек помощью и заступлением царя царствующих аминь две фотографии его императорские величества князь Николай Николаевич верховный главнокомандующий августейшая сестра милосердия и ее императорское высочество великая княгиня Ольга Александровна воспоминания пребывания отца Иоанна у раненых в Финляндии около Терриок 26 августа 1905 года состоялось незабвенное посещение преснопамятным отцом Иоанном раненых в японскую войну воинов просторный обширный дом на берегу озера красавица окруженный высокими соснами у крыльца дома собралась странная на первый взгляд толпа колейки солдаты на костылях большая часть без одной ноги без руки с повязанными головами рядом с увечными воинами монахини сестры и послушницы лентульской общины все в черном тесной кучкой стоят они рядом с солдатами искалеченные больные измученные люди слышали об отце Иоанне читали о нем видели его портреты но им никогда не снилось что всенародно чтимый пастырь кронштадтский приедет к ним посетить их и что они увидят его лицом к лицу узнав накануне что общий молитвник всей России приедет к ним солдатики приготовили себя к этой радостной встрече с вечера пропели хором молитвы утренне помылись и опрятно оделись ели постное и не курили все жадно смотрели на лесную дорогу сворачивающую шоссе на лентульскую дачу едет едет слышится общий говор и все стрепенулись солдаты сняли шапки вот и отец Иоанн радостно и приветливо кланяется он толпе здравствуйте дорогие братья здравствуйте сестры входит отец Иоанна высокое крыльцо и продолжает кланяться и приветствовать всех здравия желаем батюшка хором отвечали солдаты здравствуйте наш бесценный батюшка вторят сестры все вошли в дом раненые на костылях торопились подниматься по лестнице друг другу помогали большая светлая комната с окнами на чудное озеро солнце все ее залило в углу стоит стол с образами и чаша необыкновенно чистой воды из колодца вырытого у самого берега озера так бы и пил и пил эту воду отзывался отец Иоанн после молебствия об этой воде просачивающейся через песок и естественно сетруемой перед столиком стали солдатики на костылях сбоку монахини отец Иоанн стал громко и внятно произносить вылившиеся из его любвиобильного сердца молитвы ко господу вид искалеченных воинов видимо особенно растрогал батюшку привыкшего постоянно видеть больных и страждущих необычайно вдохновенно говорил отец Иоанн с господом именно говорил убеждал просил кланялся ты видишь господи говорил отец Иоанн перед собой измученных уязвленных воинов ты видишь их раны ты видишь их мучения их тоску их страдания помоги им исцели их утешь ободри освети эту воду и батюшка рукой указывал на сосуд с водою и дай всем вкушающим ее окропляющимся ей здравие бодрость утешение кончая одну молитву славослоем отец Иоанн начинал другую и все умилительнее лилась молитва его вместе с ним молились все от всего сердца слезы текли по щекам сердца отзывали к господу батюшка брал в руки крест целовал его и говорил ты сам господи страдал до смерти крестной ты исцелял наши человеческие страдания утешь исцели вот здесь стоящих перед тобой людей затем отец Иоанн произнес благословен бог наш всегда ныне и присно и во веки веков аминь и обратившись к хору сестер сказал царю небесный начал самолебен свода освещением долго выбирал отец Иоанн какое прочесть Евангелие и остановился на 20 главе Евангелия от Матфея стихи 1-16 более подходящего к живущим в лечебнице воинам евангельского текста нельзя было выбрать и какое знаменательное явление что отец Иоанн именно выбрал это а не другое Евангелие среди раненых и увечных постоянно возникают споры и пересуды где кто был ранен во скольких сражениях участвовал и несчастные больные не раненые а захватившие на войне тиф или другие болезни всегда чувствуют себя как бы неловко перед ранеными и скалеченными в притчанами работников виноградник все получают в конце работы ту же плату громко и отчетливо произнес отец Иоанн слова друг я не обижаю тебя и еще громшее вдохновение так будут последние первыми и первые последними ибо много званных но мало избранных после молебна все подходили ко кресту отец Иоанн всех окроплял святой водой и в это время говорил громко отчетливо обращаясь к раненым я счастлив друзья мои что вижу вас я польщен что вижу перед собой братьев моих которые проливали кровь за родину кланясь вам и вашим ранам и увечья многие бы желали видеть столь раненых пострадавших за нас и поклониться им поблагодарить их но не всем это удается я счастлив что имею возможность вас видеть поклониться вам и поблагодарить вас знайте что все раны ваши все мучения и страдания ваши записано в царстве небесном вы своими страданиями мутениями ранами своими уже запаслись заранее местами царствия небесном а что выше этого ведь жизнь наша здесь на земле только приготовление к жизни вечной небесной радостной светлой все что вы претерпели вам зачтется смотрите же не омрачайте того чего вы достигли вашей последующей жизнью храните то что вы приобрели свято и неприкосновенно знаю вы вернетесь домой много еще будете терпеть вас может быть не будут ценить будут может быть и обижать и упрекать забудут ваши мучения и раны но вы сами не забывайте их помните всегда что вы уже приобрели себе вашими страданиями награду на небесах радуйтесь этому всегда ликуйте и благодарите бога благодарите его за то что вы подобно господу нашему страдали помните что он страдал до смерти до смерти крестной и что вы сораспялись ему повторяю вам не омрачайте того что вы приобрели радуйтесь и ликуйте не умывайте не тоскуйте благослови вас господь после раненых подходили сестры и их отец и он также ободрял и утешал затем отец и он перешел в другую комнату библиотеку кругом на полках книги и картинки тут произошло одно маленькое обстоятельство ярко рисующее отношение отца и она к темному русскому мужичку и объясняющее глубокую связь между отцом и она и простым темным народом среди раненых оказался один неграмотный пензенский крестьянин из запасных георгиевский кавалер без ноги как его не убеждали воспользоваться свободным временем поучиться грамоте он упорно отказывался говоря что ему это трудно что у него голова не работает и что грамота ему не вернет ноги мужичок вообще придурковатый и над ним потешались другие более развитые солдаты и дразнили его указали на него отцу Иоанна и передали что вот он не желает учиться считать а времени свободного много мужичок посмотрел на отца Иоанна и сказал где же мне учиться у меня от войны голова еще кругом идет правда сказал отец Иоанн где ему учиться ведь он еще весь болен ведь сколько мучений и страданий он претерпел легко ли ноги лишился при этом отец Иоанн перекрестился и поцеловал его георгиевский крест а солдатик также перекрестился и поцеловал на перстный крест отца Иоанна и они обнялись а солдат заплакал посредине библиотеки был накрыт стол и подали чай полукругом перед столом стали монахини и пели антифоны а к отцу Иоанну вереницей подходили раненые на костылях с кружками чая в руках дрожали бедные усталые руки держащие кружки но каждому хотелось подойти к батюшке который в каждую кружку опускал сахар при этом порывисто брал целую горь сахара и бросал ее в кружку как бы желая символически подсластить их жалкую и беспомощную жизнь батюшка при этом свойственной ему добротой и лаской трепал их по голове обнимал и они умильные радостно целовали ему пастырскую руку пропев антифоны хор радостно запел дорогому бесценному отцу и Анну многие лета подхватили солдатики и долго пели и кланялись отцу и Анну от всего сердца желая ему долгие долгие годы на радость и утешение всем страждущим больным и обездоленным когда мы возвращались и проезжали по лесу пишет очевидец события описываемого я выразил отцу и Анну всю скорбь его почитателей на злостные эклицетические нападки на него жидовствующих газет отец Иоанн обнажил голову осенил себя крестом и сказал а я благодарю Господа что меня поносят слава Богу наконец-то а то все прославляли к святым причисляли а в Евангелии сказано блаженны вы когда будут поносить вас и гнать и всячески злословить вас и лгать на вас мне ради значит мой конец близок и милостивый Господь скоро призовет меня к себе слава и благодарение Господу Богу Слово на день восшествия на прародительский всероссийский престол благочестивейшего государя императора Николая Александровича Благодеяния для народа богопоставленной власти и бедствия от безвластия Всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от Бога существующие же власти от Бога установлены посему противящейся власти противится Божьей установлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение Римлянам 13.1.3 Портрет император Александр Третий Россия торжественно празднует сегодня вошедствие государя своего на престол всероссийский непосредственно по кончине отца его миротворца Александра Третьего Высочайший манифест возгласил тогда вслух всех в каком духе будет править государством преемник сын именно в духе почившего в бозе родителя так и было несколько лет но надвинувшаяся война и быстро сменяющийся дух времени международные отношения и политическая подражательность западным народам привели России к иному течению к иному образу жизни и к управлению царя в живом союзе с народом в лице государственной думы но прежде чем это случилось вся Россия забастовала во всех общественных органах и впала в безначалие и неповиновение властям ни одна страна в мире никогда и в таких широких размерах не испытывала такого огульного всеобщего вреда от безвласти и неповиновения властям не несла таких материальных политических и нравственных убытков и застоя в торговле промышленности и образовании как Россия минувшие дни и месяцы служат тому доказательством но и благодеяние власти самодержавной в продолжении нескольких сот лет существования России также испытана ею и она знает это хорошо как человек знает свои пять пальцев потому что широты могущества богатства и славы она достигла благодаря именно твердой самодержавной власти в России и беззаветной покорности русского народа придержащим властям и не напрасно двух святой устами апостола Павла повелевает всякой душе повиноваться придержащим властям всякая душа добудет покорно высшим властям ибо нет власти не от Бога существующей же власти от Бога установлены посему противящейся власти противится Божию установлению а противящиеся сами на себя навлекут которые Он снова принес нам с неба познали ли свободу от страстей и похотей свободу совершать охотно всякую добродетель эту-то истинную живую царственную свободу мы утратили а вместо нее нашли и отстаиваем свободу греховную несмысленную пагубную свободу глумите над всякой святыней веры даже над царской и церковной властью свободу все святое осмеивать попирать не спровергать ложное понятие о свободе дали повод отцу Иоанну выступить с пространным своим словом где разъясняется свобода когда сильная мудрая правильная и всенаправляющая власть бодрствует и действует поощряя одних и правильно наказывая других по делам тогда все в обществе идет своим чередом жизнь духовная и материальная учебная политическая хозяйственная общественная военная все совершает свое обычное течение развития принося всякую пользу всему государству а когда вследствие общего неповиновения властям и бездействия подчиненных членов общества как и бездействия властей деятельность прекращается как в органическом теле прекращается кровообращение тогда все в обществе замирает падает разрушается и общественная безопасность исчезает и члены общества идут одни против других дается полный разгул воровству хищению вражде и убийствам так было на днях в России когда всюду все перестали работать и учебные заведения и мастерские с рабочими и железные дороги и типографии почты и телеграфы подлинно Россия пришла в состояние хаоса вот пагуба безвластия древние языческие народы были безопаснее и счастливее своей гражданской семейной жизни чем просвещенные если только таковы христовым учением русские люди громко именующие себя образованными и интеллигентами воистину мудрость мира сего есть безумие перед Богом и она такое именно показала себя в бесовском царстве есть порядок и подчинение одних злых духов другим низших высшим менее сильных более сильным а в христианском государстве исчезло всякое подчинение всякая власть дети не признают власти родителей подчиненные власти начальства воспитанники власти воспитателей студенты не признают власти профессоров и ректоров все взяли в руки свои дирижерские палочки и все стали повелевать вместо того чтобы самим спокойно и без претензий как бывало прежде повиноваться и учиться выходит что-то загадочное несуразное духовное руководительство священная власть церкви попраны богослужение пренебрегается проповедь бессильна нравственность христианская более и более падает анархия растет мальчики и девочки и те взяли волю свою да где же власть сильная авторитетная самосознающая ответственная богом учрежденная и от него получающая силу свою и свой страх возьми ты власть данная тебе от бога право и твердой рукой держи данная тебе богом скипетр и державу и будь страшна всем врагам божиим и твоим тогда улыбив твой скипетр и державу в крепких руках все злые будут праведно бояться тебя а добрые радоваться хочешь ли не бояться власти твори добро и будешь иметь похвалу от нее а если зло творишь бойся ибо не без ума меч носишь итак итак Россия бойся бога как прежде и царя чти и всякая душа да будет покорно высшим властям аминь борьба с кронштадтским пастырем и пьеса черные вороны как выражение этой борьбы победа ревнителей православия над черными воронами архипастыри у болящего отца Иоанна мы уже видели выше какое озлобление вызвало среди нашей развращенной интеллигенции грозная обличительная проповедь отца Иоанна отсюда неудивительно что в жидовской прессе стали часто появляться разного рода клеветы и насмешки против отца Иоанна вот что писал по поводу этого один архиепископ дорогому батюшке Среди искренних людей понимающих христолюбца были до сих дней такие которые недоумевали как возможно жить ему до старости среди одних похвал и общей любви теперь их недоумению конец они убеждаются в том что участь пророков и апостолов и прочих избранников божиих есть и ваша участь враги нашей божественной веры злорадствуют читая издевательства над вашей святой личностью в издаваемых злодеями журналах но радуются сему и последователи веры они видят издевательные изображения ваши не в смешном виде но в венце исповедника Господь вопреки вашему ожиданию и желанию не соизволил чтобы вы после прошлогодней болезни разрешились от тела и были со Христом потому что нужно было вам среди прочих даров Святого Духа принять и исповеднический подвиг слава Богу за все сам отец Иоанн прекрасно видел сознавал что за свое правдивое исполненное благодать из Святого Духа Слова он подвергнется гонению со стороны ожидовившей интеллигенции так например в проповеди 26 сентября 1905 года после обречения неверующей и безбожной интеллигенции отец Иоанн высказывает следующие знаменательные слова «Когда я говорю так то есть обличая интеллигенцию то думаю и на меня заносят свой меч эти враги всякой правды враги Церкви Христовой но но вечный и бодрый живущий на небесах да сохранит борющихся против неправды равным образом свою статью посланную в кронштадтскую газету Котлин от 30 марта 5 года в качестве опровержения клеветы петербургского листа отец Иоанн начинает такими замечательными словами «У кого я не вышел из веры за последние дни по поводу статьи анонима Духовцева тех прошу прочесть мое прилагаемое здесь слово». Накоплявшаяся ненависть к отцу Иоанну в конце концов выразилась с особенной силой в пьесе «Черные вороны», где осмеивался кронштадтский пастырь и его последователи. Сию пьесу состряпал в Вологде некий Протопопов, материалом для нее послужили газетные клеветические статьи направленные против отца Иоанна. Протопопов вырезывал эти статьи и в конце концов склеил из них пьесу. В театр стало ходить много учащегося юношества обоего пола. Молодежь осмотрела, как осмеивается отец Иоанна заражалась может быть на всю жизнь гнойной язвой неверия. Среди верующих членов русского общества поднялось страшное негодование по поводу пьесы, каковое негодование нашло себе живой отклик и на страницах благонамеренной печати. Приводим соответствующие извлечения из газет. В настоящее время громко кричат о пьесе некоего В. Протопопова «Черные вороны». Протопопов, кстати, сказать, очень бездарный драматург, написал эту пьесу из жизни сектантов. Еврейская печать с восторгом приветствовала эту пьесу, раскричав повсюду, что она из жизни иоанитов, причем опять принялась травить достовоуважаемого кронштадтского пастыря. Конечно, отец Иоанн неизмеримо выше всех пасквильных газетных нападок, но, во всяком случае, для людей, почитающих его как высшей степени редкого человека, весьма и весьма неприятно видеть, как какие-то личности с типичными израильскими физиономиями на каждом шагу намекают на сцене Аббасе и Иоанне в очень нелестных выражениях. Я помню, какой гвалт подняла еврейская печать, когда в малом театре шли контрабандисты, пьеса из интимной еврейской жизни. Помню и те скандалы, которые устраивали дети Израиля во время представления контрабандистов. И печать радостно приветствовала эти скандалы, ибо они были протестом против пьесы, оскорбляющей религиозное чувство евреев. Ну а почему же ни одна из современных красных газет ни одним словом не обмолвится против черных воронов, где ежеминутно оскорбляется личность священника, глубоко уважаемого всяким непродавшимся евреям русским? Ответ на это несложен. Отец Иоанн, черносотенник, ибо он предан православии государю, а потому и чести его на все корки. Вот если бы в кьесе в неприглядном виде был выведен Григорий Петров или новоявленный старообрядец Михаил, тогда другое дело, тогда газетного гвалта хватило бы месяца на два, а то и на три. Тут же дело идет о православном черносотенном священнике. Что ж с ним церемониться? Ведь известно, в каком почете ныне православие у красных газет и их хозяев евреев. Театральный ресензен бессарабской жизни назвал печатно молебен, ослуженный перед началом сезона в театре, комедией под названием «Молебен». И русские читатели этой газеты мило улыбались, читая такое кощунство. Пьяный хулиган, подкупленный евреями, ворвался, кажется, в Симферополе в церковь, где шла обедня и стал орать и ругаться. И опять русские читатели мило улыбались. Но что бы сделалось с этими читателями, если бы они прочли, что еврейское богослужение названо балаганом, а одесский раввин Авиновицкий изображался на сцене главой какой-то изверской секты, или в синагогу ворвался пьяный еврей, подкупленный русским, и произвел там бесчинство. О, они, наверное, пришли бы в дикое негодование и долго не могли бы успокоиться от такого оскорбления гонимого племени. Но ведь это касалось бы евреев, а кому какое дело до того, что оскорбляется то, что для русских дорого, и к чему они относятся с благоговением. Вот что пишет по этому поводу Курская быль. От дирекции Курского городского Зимнего театра расклеены были афиши с объявлением, что 4 ноября вечером поставлена будет пьеса «Черные вороны». Не станем подробно передавать кощунственное содержание этой пьесы. Упомянем только, что в пьесе «Черные вороны» карикатурно и возмутительно пошло высмеивается обычное для всякого верующего русского человека религиозное чувство в общественной и частной благотворительности. При всем этом на сцене употребляются церковные свечи, светильники, монашеские одеяния, произносятся некоторые обычные церковно-молитвенные слова и выражения, поются даже церковные песнопения, например, «Да исправится молитва моя» и тому подобное. При появлении афиш религиозное чувство всех православных в протесте сердца верующих в Бога людей, знакомых с содержанием этой пьесы, естественно, было возмущено и не знало, что делать. И вот на защиту веры православной выступил ревнитель святой веры и канона в церкви, архипастырь Курский, преосвященнейший епископ Петерим. Он немедленно возбудил ходатайство перед господином начальником губернии, что пьеса была отменена. Ходатайство епископа уважено. Пьеса «Черный ворон» уже не будет появляться на сцене Курского театра. Возмущенное религиозное чувство успокоено. У всех истинно верующих в Бога и кому только дорого нравственное воспитание юношества нет слов для выражения благодарности досточимому епископу Петериму и господину начальнику губернии за то, что они вступили за веру православную. Ни одна молитвенная слеза прольется перед Богом за их доброе дело в защиту веры православной. Московские анархисты собравшись на частную беседу в русском монархическом собрании решили послать московскому генерал-губернатору телеграмму по поводу тех издевательств над православными церквами которые допускаются в театрах а также по поводу недопустимости предпраздничных спектаклей. Отправлена телеграмма такого содержания. Русское монархическое собрание в Москве в частной беседе обсуждало вопрос о том издевательстве над православной верой которая повсеместно допускается в московских театрах. Особенно гнетущее впечатление произвело известие что в Москве собирается поставить пьесу про топопова «Черные вороны» где в резко кощунственном кощунственной выходке осмеивается личность пастыря отца Иоанна кронштадтского. Поэтому русское монархическое собрание берет на себя смелость просить ваше превосходительство о запрещении ставить в Москве эту глубоко оскорбляющую чувство русского человека пьесу. Другая телеграмма следующего содержания. Русское монархическое собрание обменявшись мнениями о развращающем влиянии на молодежь предпраздничных спектаклей постановило выразить протест по поводу разрешения спектаклей концертов и других увеселений накануне воскресных и праздничных дней. Равным образом монархическое собрание находит нежелательным допущение спектаклей в течение Великого Поста. Многим памятны скандалы, которые устраивали евреи в разных городах артистам, рисковавшим поставить контрабандистов. Кончилось тем, что евреи добились почти повсеместного воспрещения ставить эту, будто бы человека ненавистническую пьесу. Общеизвестное умение евреев затушевывать все, что носит в отношении их обличительный характер. с возникновением нынешней разнузленности печати они, недовольствуясь кровью масса убитых ими за последние три года русских людей, вознамерились клеветнически обезличить и обесславить все то, что чтит православно русский народ. Началось безудержно наглое смеяние православной церкви и ее лучших представителей. У всех живы в памяти ручьи клеветнической грязи, излившиеся со страниц ожедовевшие газеты Петербургский листок и других кагальных тявкуш на голову заслуженно чтимого всем миром отца Иоанна Кронштадтского. Изветы Кагала не только не поколебали любви и уважения русского народа к любимому пастырю, но и еще с большей силой оттянили значение почивающей на нем благодати Божией. Теперь в Петербурге появилась пьеса, вызывающая шумное одобрение еврейской печати под названием «Черные вороны», которая предается живому о смеянии и поругании подвижнической деятельности отца Иоанна. Пьеса эта написана хотя и русским по фамилии представляет собой грубую перекройку и изнемение бессодержательного романа, печатавшегося в петербургском леске под названием «Иоаниты», и содержание ее лишь доказывает умственное и нравственное убожество автора. «Черные вороны» написаны, что называется, белыми нитками и, не представляя ничего похожего на правду, рассчитаны лишь на скандальный успех и, конечно, на выгодный гешефт. Чтобы не быть голословным в своих суждениях, я имел терпение послушать от начала до конца эту пьесу. Театр, в котором гнездились «Черные вороны» по внешнему виду и внутренней распланировки, чрезвычайно напоминает торговые бани. Среди публики было множество еврейских физиономий. Исполнители пьесы вполне заслуживают звания холодных артистов. Подробно рассказать содержание «Черных воронов» этого грязного пасквиля, угодного лишь евреям и нравственно ожидовившимся русским, было бы равностильно пережевыванию соломенной трухи. Автор на основании сплетен петербургского леска изобразил группу каких-то вороватых проходимцев, ничего не имеющих общего с почитателями отца Иоанна. Причем имя, причистое имя Богоматери кощунственно треплется на протяжении всей пьесы. Русские простые женщины, которых он называет ионитками, выведены какими-то католическими монахинями и все время говорят повышенным тоном. Суть пьесы держится не истрепанной любовной подкладки. Какая-то скучающая от безделия купеческая вдова влюбляется в студента, а тот в ее падчерицу. Падчерица увлекается учением и ионитов убегает к ним, потом разочаровывается в них и при содействии того же студента возвращается обратно к своей мачехе. Я внимательно вслушался в каждое слово пьесы, стараясь отыскать хотя бы подобие действительности, но передо мною всплывал ли злонамеренно клеветнический вымысел, унижающий значение сцены. Каждое слово пьесы способно глубоко возмутить всякого верующего православного русского человека. Является вопрос, как могла высшая администрация разрешить открытое глумление над православной личностью олицетворителя высших заповедей Христовых отца Иоанна, того отца Иоанна, чье имя словно светоносный маяк в течение многих лет светит во тьме нынешнего безверия и освободительного человека ненавистничества. Стыдно русским людям молчать при виде злобной еврейской изменнической травли имени пастыря, деятельность которого так сильно и кратко выражена в предсмертных словах незабвенного защитника истин православия императора Александра Третьего. Вас любит русский народ, потому что он знает, кто вы и что вы были последними его земными словами. Кощунственные выходы неверующей части русского общества, проявлявшиеся в пьесе «Черные вороны», шибко шедшие в Петербурге, однако были в конце концов прекращены благодаря энергичному действию специально для сего прибывших в Петербург двух ревнителей православия епископа Саратовского Гермогена и епископа Орловского потом Кишиневского Серафима. Трудно было святителям вести эту борьбу. Санкт-Петербургский партияльный миссионер Булгаков написал к Протопопову собственноручное письмо, в котором хвалил его за пьесу. А Протопопов точно же напечатал это письмо около обложки «Черных воронов», чтобы пьеса лучше расходилась и чтобы больше народу шло в театр смотреть «Черных воронов». Дескать, это дело хорошее. Это помощь миссионеру Булгакову. И до чего только дойдет человек в погоне за гешефтом. Епископ Гермоген Саратовский сначала написал следующую статью в местном органе против «Черных воронов» «Нравственные тревоги и терзания большей части саратовского общества ввиду ужасного пробуждения весны и возмутительного появления черных воронов». Поистине это черная стая сущих воронов, безнравственные бездарные труппы актеров, евреев и бывших русских людей налетела на наш бедный город. Она издали почуяла трупный запах от разлагающихся здесь в некоторой среде органических устоев нравственности и общественности. Этих жизненных начал растерзанных так еще недавно бушевавшим здесь революционно убийственным освобождающим от жизни движением. Да, налетели черные вороны. Но ведь начавшееся кое-где теперь смрадное разложение, именуемое на безнравственном еврейском жаргоне пробуждением весны, и не могло, конечно, привлечь к себе и сопровождаться появлением невинных и чистых ласточек, а неизбежно лишь появлением черных воронов. Какова весна, таковые пташки перелетные. Однако же в области нравственной и религиозной нельзя оставаться спокойными и как бы безучастными наблюдателями неизбежного по-видимому сосуществования и последовательности злых и мертвящих душу явлений. Для людей, оставшихся еще живыми, необходимо всеми своими силами противостать наглому демоническому движению, стремящемуся все живое, нравственное, святое, низвернуть во мрак душевной смерти и нравственного забвения и затем все окутать ужасным гниением и смрадной атмосферой общего разврата и пороков. О, страшный сон, ужасное забвение! Да, не напрасно верующая и верная правилам нравственности часть саратовского общества стревожилась и заволновалась, наблюдая ужасное пробуждение весны и возмутительное появление черных воронов. В большей части саратовского общества, не поддавшейся смертоносному разложению, повсюду услышан теперь ропот, негодование, озлобление. Православные приходские пастыри возмутились в высшей степени. Отцы законноучителей составили свое чрезвычайное собрание и решили принять все меры противодействия ужасному злу нравственного распления юношества и вытравливания в среде юношества и всего общества религиозного чувства и здорового бытового чувства общественности и патриотизма. Начальник губернии оказал свое содействие общество и сколько мог пугнул черных воронов. Ввиду происходящих естественных тревог и нравственных терзаний саратовского общества православный саратовский епископ вынужден был послать следующую телеграмму в Санкт-Петербург обер прокурору Святейшего Синода. В саратовских театрах много раз исполнены возмутительные пьесы первое пробуждение весны рассчитанное на растление нравственного чувства русского общества в особенности юношества. Второе черные вороны это последнее несколько прикровенно хотя впрочем с весьма прозрачными подчеркиваниями и прибавлениями вне программы в карикатурной и крайне оскорбительной религиозной чувства в форме осмевит монашество отца Иоанна Кронштадтского и его почитателей для осуществления и вернее сказать воплощения этого возмутительного замысла в сценических формах заменяющих собой весь обычный словесный критический язык литературных статей литературных